Проживаю каждый день Мы листаем страницы собственной книги жизни Конечно, события в ней у всех свои Но, по сути, это вариации того, что существует между людьми с момента сотворения мира Разница в том, как мы проживаем, такие одинаковые эмоции и события Что записываем в собственную книгу И тем самым отвечаем на вопрос Что же для нас в жизни главное? Здравствуйте! С вами программа «Вторая половина» Сегодня мы встречаемся с уже знакомой вам семьей А почему? Я думаю, вы сами это поймете Минувшим летом в семье настоятеля прихода во имя святого страстотерпца Цесаревича Алексея, города Среднеуральска Иерея Владимира Первушина Произошло знаменательное событие Из двухкомнатной квартиры переехали в собственный дом С 48-го года постройки военнопленной страны Да, которые здесь были Видно по косякам, ни одного параллельного косяка нет Двеи, соответственно, нет тоже А как вы попали в этот дом? Вот этим летом мы его купили Квартиру купили? То есть Господь услышал нашу молитву Это мы очень долго мечтали о доме Жили в квартире Все им говорили Вот бы нам дом, вот бы дом Но вот никак не складывалось То покупателей квартиры не было То подходящего дома не было А этим летом все вот так вот сошлось И покупатели, и дом подходящий Он в хорошем месте находится У девятерых детей Отца Владимира и матушки Ирины Теперь две спальни Одна для старших, другая для младших Два с половиной года после нашей первой встречи Первошины прожили Как всегда с чудесами С Божьей помощью В долгожданном доме Семье из 11 человек Было радостно, но, скажем прямо Тесновато и проблемно Крыша у него была очень плохая Она все время текла Это все время надо было как-то контролировать Ну вот И мы с отцом думали, думали И говорили, что вот Ну все-таки надо крышу перекрывать И он говорит Давай уже тогда сделаем второй этаж Долго делали расчеты Проигрывали варианты Наиболее экономичного строительства Когда нашли оптимальный Снесли крышу И рьяно взялись за работу Дело было весной 2020-го Которое запомнится надолго Пандемия, карантин Практически жизнь на безвременной паузе Живем без крыши Все тут все друг на друге Потому что площадь уменьшилась Одну комнату Планировали под лестницу То есть ее там тоже начали Там тоже потолок снесли В общем Где ребята спали здесь на полу Тоже в три ряда В общем и я думаю Как вот Что сейчас будет Потому что это как раз вот весна Начался локдаун Цены взлетели Работать никто приезжать не хочет Все сидят Я говорю, господи, как это Что с нами будет Скупленных средств правда хватило Чтобы закрыть крышу Но плюсом Как всегда это бывает При капитальном ремонте Скрылись дополнительные расходы Которых, увы Просчитать на берегу Было трудно Словом Деньги закончились Раньше, чем ремонт Нас как-то так Господь ведет Бережет И в общем-то Ну хорошо живем Более-менее Слава Богу Все у нас хорошо А тут вот просто Случилась такая ситуация С которой мы сами Не могли никак выйти Потому что Тут и Осень приближалась И надо было И с отоплением Все это решать И надо Просто Не могли туда заехать Вот вроде Он есть второй этаж Но его как бы нет А площади жилой Стало еще меньше И поэтому Вот мы Приняли с батюшкой Такое решение Действительно Попросить помощи И Конечно Это было чудо Решиться на обращение В фонд Милосердия Признается Было непросто Но Господь Ведь не случайно Говорил Просите И дано Будет вам Ищите И найдете Стучите И отворят вам Там было одно Огромное Такое помещение Не перегородок Ничего просто И не было лестницы У нас стояла стремянка И они по стремянке Сюда лазили Потому что им уже Хотелось туда попасть Имеющий уши Да услышит Имеющий глаза Да увидит Так гласит Евангелие О нуждах семьи Люди услышали Стали помогать По мере поступления средств Первушины смогли Перемонтировать Систему отопления Потребовалось вернуть Тепло на первый этаж Мастера из храма На семи ключах Екатеринбурга Соорудили крепкую Красивую деревянную лестницу На второй этаж И вот так вот С Божьей помощью С помощью Добых людей Которые Достаточно быстро Месяц-два Наверное Шел этот сбор Я даже не ожидала Что будет так быстро Вот еще раз Конечно всем огромное Спасибо Кто нам помог Потому что были Разные совершенно Переводы И сто рублей И десять тысяч Разные совершенно были И в том Когда осталось Уже там что-то тысяч Двадцать что ли До конца Я думаю Ну сейчас еще там Недели две Мы это будем Три собирать И раз И раз В один день Это все закрылось Кто-то просто Вот увидел И сделал Это вот Такое доброе дело Практически К примеру У старшей Лизы Появилась Своя комната Они всегда Они всегда жили На двухъярусных Кроватях И какого-то своего мира У них никогда Ничего такого Даже думбочки Своим Не было возможности Сделать Чтобы что-то получить Надо что-то отдать Это тоже Духовная истина И что самое интересное Она становится живой Обретает движение И отдачу Именно в трудные Для всех времена У нас же такая страна Что нам чем хуже Тем лучше И что вот В какие-то такие Кризичные ситуации Проявляются Действительно Вот лучшие черты людей Эти примеры Говорит матушка Ирина Рядом В городе На улице В приходе Тот, кто знает Нужду не понаслышке Стремится помочь Другим Есть же такое Что мы там Что-то покупаем Думаем Вот они вырастут Потом они вырастают Им это не надо Я говорю Чего она у меня лежит Зачем Вот И так же Кто-то нам помогает Кому-то мы чем-то помогаем И вот Это же На самом деле Как Господь говорит Он же не требует Там вот Какие-то горы сворачивать Он говорит Есть у тебя две рубашки Отдай одну Вот от нас же Никто не просит Каких-то вот Сверхъестественных подвигов На самом деле Мы много чего можем Помочь друг другу И вот это вот Для нас Оно немножко А для человека Оно может быть Что-то важное решает Господь всегда дает Больше, чем мы даем Как говорят Что если мы делаем Шаг человеческий Господь делает шаг свой Я всегда детям говорю Что лучше Ты отдай свой Вот Чем ты вот Возьмешь себе больше Ты лучше свое отдай Тебе больше вернется Ты о ком-то позаботишься Кто-то позаботится О тебе А на самом деле Не кто-то А Господь Это объясняет Своим детям Матушка Ирина Сейчас они Вместе с батюшкой Со старшими Проживают проблемы Переходного возраста Метания, поиски В чем-то нигилизм Но в чем-то Проявление твердой Духовной позиции Пройти испытания Взрослением детей Очень непросто Но отец Владимир И матушка Ирина Знали на что шли Когда сознательно Отдавали детей Не в православную А в обычную Светскую школу Они должны быть в миру Они должны быть в миру Видеть этот мир Его радости Его горести Его проблемы Быть частью этого мира Ну и по возможности Светом Это на самом деле Большая иллюзия И большое искушение Что я сейчас пойду Работать там В православную среду И там все будет хорошо Как в монастырь Люди уходят Что вот я сейчас уйду В монастырь И там все так замечательно Там все друг друга любят Там никаких проблем нет На самом деле Как один человек сказал В монастырь идут люди С болезнями С душевными Чтобы их Излечить Всегда нужно Видеть в людях Людей И ценить их И даже если Ты понимаешь Что где-то В чем-то Вот они До тебя не дотягивают Что-то Они не понимают Или что-то У них всегда Есть что-то другое Ты будешь Матерью Моих детей Такими словами Любимый сделал Ей предложение Время показало Что именно в этих словах Заключено то Что их объединило В одно целое Жертвенность Готовность отдавать Любовь к Господу И принятие Его воли Абсолютное понятие Как вера, надежда и любовь Они всегда жертвены То есть если Жертвенности Нет, то и нет И ни веры И ни любви И ни надежды Предки-батюшки Жили в этих краях Еще со времен Русско-турецкой войны Сам он С малолетства Помнит слова бабушки Без Бога Не до порога История верующего Рода первушных В фотографиях В фресах храма Который строили Предки отца Владимира Запечатленная память Ее каждый день Видят и впитывают Дети Когда мы познакомились Глава большой семьи Был настоятелем Прихода во имя Страстотерпца Цезаревича Алексея А также Помощником командира 29-й бригады Радиационно-биолога Кимической защиты По работе С верующими военнослужащими И духовником Исетской линии Оренбургского казачьего войска Обстоятельства сложились так Что пришлось выбирать Служение Или только на приходе Или, как говорит батюшка В армии Причем в действующей С командировками В горячие точки Добровольные желания Все равно учитываются А почему вы туда хотите? Ну, имеется ли моральное право Отказаться Сослаться, что я вот занят Что у меня большая семья Пускай какой-нибудь Отец Федор какой-нибудь Воюет, да А я дома отсижусь Как мне кажется Если ты работаешь С военнослужащим Ты не имеешь морального права Так отказаться Командировки мужа В районы боевых действий Для матушки Ирины По-прежнему испытание веры Усиленная молитва И упование на Божью волю А еще Умноженная многократно Забота о доме и детях Вместе со школьниками Уроки дистанционно С младшими Игры В процессе которых Непрерывный воспитательно-образовательный процесс А в перерывах Открывается семейный кинозал Или большая игровая площадка На втором этаже Сейчас места для этого Достаточно И даже остается время Для поездок вдвоем Вот сейчас мы с ним До Тобольска добрались Слава Богу Несколько лет собирались Тут на день Слетали с ним в Тобольск Оттуда, конечно, что-то привезли Литературу Жизнь — это труд И вера — это труд И надо это понимать Что и семья — это труд И любовь — это труд Даже вот царица говорила Что любовь — она как костер И каждый день надо подпитывать чем-то Сказать доброе слово Написать записку Что-то где-то Кому-то предложить Помочь Иначе она тухнет Как Господь говорит Если любите меня Слово мое сотворите Самое большее — это послушание У меня, конечно, с этим бывают проблемы Но стараясь Чем раньше я сделаю то, о чем батюшка сказал Тем меньше надо будет потом Каких-то вещей преодолевать Христос Христос Вчера, сегодня И во веки тот же Так же ему, вот как 2000 лет назад церковь была Но так же ему должно себя Без изменений вести Не подстраиваться Не прогибаться Под изменчивый мир Как один Со временем Действительно Проживая каждый день Мы пишем книгу Собственной жизни И важны не только события Которые происходят А то, как мы их проживаем И стало ли для нас Главным в жизни Слово Божие И его промысл Ксения у нас Три года исполнилась Самой маленькой У нас сейчас дома нет Лялик маленьких Это тоже для меня непривычное Такое состояние Как будто я вот Чего-то что-то у нас дома не так Ну я была бы не против Скажем так Мы скоро с вами увидимся И продолжим знакомство С семьями священников И их вторыми половинами До встречи Мир вашему дому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому